Русская народная сказка Чудесные лопоточки Жил-был в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. День был жаркий, дорога пыльная. Идёт Иван, идёт, устал. Дойду, думает, до речки, Там водички попью, отдохну. Приходит он к речке, А на берегу сидит незнакомый старичок. Лапти свои снял, Под берёзку поставил, Сидит, закусывает. Попил Иван воды, лицо умыл, Подходит к старичку. «Ты, дедушка, далеко ли собрался?» «Далеко, милый, Я в Москву иду», – удивился Иван. «В Москву? Пешком?» «Да ты, дедушка, Полгода протопаешь!» А дедушка отвечает, «Нет, милый, Не полгода. Я себе лапти сплёл. Не простые они, Чудесные. А боюсь в них, Ноги у меня Сами и побегут». Посидели они рядом, Побеседовали. Потом дедушка лёг Под берёзку и заснул. А Иван думает, Вот бы мне такие лапти! «Сниму-ка я свои, Да и обменяюсь с дедом. В чудесных лаптях Я к брату Мигом добегу». Снял он свои лапти, Под берёзу поставил, А дедов это Взял потихоньку, Да обулся. Только он обулся. Как подхватило нашего Ивана, Перекувыркнуло в воздухе И понесло по дороге. Бежит он со всех ног, Перепугался, кричит. «Ноги, вы куда? Стойте!» А лапти его так и несут. Не может Иван остановиться. Подбегает он к селу, Где брат живёт. Вот и дом брата. Влетает в сене, В ведро опрокинул, На метлу наскочил, Да и повалился на кучу Сухих веников. Лежит, Ногами в воздухе болтает. «Ой!» Думает. «Беда! Плохо я сделал! Чужое добро без спроса взял! Надо поскорее лапти сбросить!» Развязал он лапти, Скинул с ног, Ноги остановились. Стыдно стало Ивану. «Как же это я дедушку обидел!» «Ой, нехорошо!» Стану возвращаться, Отдам ему лапти, Ну, а теперь В избу пойду. Входит он в избу, Лапти в руках несёт, А в избе гости сидят, Угощаются за столом. Увидали Ивана, Смеются. «Ты что это, босой, идёшь, А лапти в руках тащишь?» Отвечает Иван. «А эти лапти, Мне, братцы, тесноваты, Ногам больно. Я и снял». Сел он за стол, А рядом с ним сосед Аким. Поглядел Аким на лопоточки, Думает, «Эх, мне бы эти лапти Как раз в пору были! Обменяюсь-ка я с Иваном!» Взял Аким чудесные лопоточки, Свои на их место поставил, Вышел на крыльцо. Сел да обулся. Только обулся! Трах! Снесло его со ступенек И понесло по деревне. «Бежит, бежит, бежит, бежит!» Остановиться не может. Испугался Аким, кричит, «Люди добрые! Ловите меня! Остановите меня!» Мчится он мимо своей избы, А навстречу ему сыновья выбегают. Остановились мальчики у дороги, Смотрят на отца, Спрашивают, «Тятенька, Ты куда поскакал-то?» А Аким кричит, «Домой бегу!» А мальчики опять, «Да что ты, тятенька, Ты куда поскакал-то?» На счастье тут большущая береза стояла. Подбежал к ней Аким, Обхватил ее руками, Да кругом ее так и ввертится, Так и ввертится, Кричит сыновьям, «Маменьку скорее зовите!» Побежали мальчуганы домой, Заплакали со страху, Кричат, «Маменька, Беги скорее на улицу!» Там тятенька с ума сошел, Вокруг березы так и гоняется, Так и гоняется!» Выбежала мать на улицу, А Аким кругом березы вертится, Да кричит, «Ой, Плохо я сделал, Чужое добро без спроса взял, Снимай, мои милые, Эти лапти скорее!» Бегает за ним жена, Лапти развязывает, Скинул Аким лапти с ног, Ноги сами остановились, Понесли его жена и дети На себе в избу, Повалился Аким на лавку, Ой, умаялся, Чуть сердце не лопнуло, Кидай маланьи лапти в угол, Завтра отнесу их обратно Ивану, А уж теперь отдыхать стану. Вдруг дверь отворяется, Входит барин и кучер. «Мужичок», Говорит барин, «Мы на охоту ходили, Заблудились, Можно у тебя переночевать?» «Можно, барин, Ночуй», Аким отвечает, А сам еле дышит. Поглядел на него барин, «Да ты что, мужичок, Больной?» «Нет, барин, здоровый, Вот только лапти меня замучили». «Какие лапти?» Спрашивает барин. Аким рассказал ему, Что с ним случилось. «Барин, как схватит лапти, Да к дверям! Не тебе, мужику, Такие лапти носить, Мне, барину, Они лучше пригодятся!» Оттолкнула Накима, А сам скорее за лапти. Только обулся, Как подхватило его, Как понесло по улицам! Несется барин, Только пятки сверкают. Перепугался он, Заголосил, «Держите!» «Держите!» «Помогите!» «Остановите!» А вся деревня, Уже спать легла, «Никто его и не видит!» И вынесла барина в поле. Прыгал он по кочкам, Прыгал, Сотню лягушек раздавил. А потом потащил, Потащили его лапти в лес. В лесу-то темно, Звери спят, В лесу-то темно, Звери спят, В лесу-то темно, В дно. И по дню пошел, Только брызги во все стороны. Потонул барин, А лопаточки-то всплыли, Плыли всю ночь по реке, А к утру приплыли туда, где их хозяин сидел Видит дедушка, плывут его лопоточки Достал он их из воды, на солнышке обсушил Посмеялся, обулся, да и пошел своей дорогой Сам он их сплел, они его и слушаются Не бегут, коли ему не надо Конец Такая замечательная, поучительная история Вот что может приключиться, если без спросу брать чужое До новых встреч, дорогие друзья! Пока-пока!